Друзья, сегодня у нас 616 выпуск Открытой Политики. Последние выходные уходящего лета и последняя неделя перед выборами главы Республики Башкортостан. Так что самое время подвести результаты и итоги почти 5,5 лет правления Радия Хабирова в Республике Башкортостан. Конечно, можно сколько угодно долго на эмоциях перечислять накопившиеся претензии к дорогому Радию Фаритовичу, его пристрастие к тяжелому люксу, естественно, всегда за бюджетный счет, его невиданную щедрость к друзьям и близким, как правило, за бюджетный счет. Можно с отращением поговорить об эстетических пристрастиях Радия Хабирова, которые он навязывает всем жителям Республики Башкортостан, нисколько не сомневаясь в безупречности собственного вкуса. Я имею в виду все те Элвины Греи, Монсоны, а также дикие архитектурно-скульптурные композиции, заполонившие Уфу и другие города Республики Башкортостан. Но сегодня мы попробуем умерить пыл и проанализировать, насколько же Радий Хабиров выполнил план, составленный самим Радием Хабировым на эти 5 лет правления Республикой. Для этого достаточно на самом деле обратиться к указу самого Радия Хабирова за номером УГ-310 от 23 сентября 2019 года. Указ этот очень характерно называется «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года». То есть сейчас уже самое время посмотреть, как же выполнил Хабиров этот самый указ самому себе. В этом документе на 16 страницах подробнейшим образом расписаны те блага, которые Хабиров намеревался обрушить на головы ни в чем не повинных сограждан. Причем на все это он отводил себе целых 5 лет. Если вы потрудитесь вчитаться в этот поистине фантастический опус, вы с удивлением поймаете себя на мысли, что в реальности Хабиров и его гоп-стоп-команда, по сути, не выполнила своих обязательств данных в этом указе. Вот некоторые строки из этого чудесного документа. «Обещаю увеличить население Республики Башкортостан до 4,1 миллиона человек». Ну, в итоге мы видим, что население упало ниже отметки в 4 миллиона. «Построю больницу в Затоне». Конкретное обещание. Не получилось. «Обеспечу медперсоналам из расчета 35 врачей и 95 специалистов среднего звена на 10 тысяч населения». Не обеспечу. «Построю 9 новых круглогодичных детских лагерей отдыха и оздоровления». Ну, как мы знаем, в итоге построил только парк «Патриот». И, видимо, там теперь оздоровляются дети. «В каждом районе и городе будет детский технопарк», заявлял Хабиров в этом указе. Нет, не будет. Нет детских технопарков в каждом городе Республики. «Отремонтирую и открою уфимский цирк», пообещал Хабиров в этом документе. «Не открыл и не отремонтировал». «Построю 16 бассейнов». Ну, да, штук 5 построил, и то за счет инвесторов. 16 не получилось. В указе указано, что каждый житель Республики Башкортостан в 2024 году будет владеть не менее чем 27 квадратными метрами жилья. На человека, отмечаю. Так вот, много вы знаете семей с двумя детьми, которые живут в 100-метровых квартирах? Немного. «Все многодетные семьи, обещал Ради Хабиров, получат участки земли». Нет, не все. И не получили. «90% населения обеспечат сетевым газом к 2024 году, обещал Ради Хабиров. Нет, не получилось. Не обеспечил». «Ликвидирую объекты накопления экологического вреда на комбинате «Химпром», пообещал Хабиров в 2019 году. Ну, даже не начинал этого делать. «Построю 20 пожарных депо по территории Республики Башкортостан. Щедро пообещал Хабиров в своем указе 2019 года. Ну, построил 5 или 6. Удвою объем легкой лесной промышленности, в полтора раза увеличу добычу нефти, привлеку иностранных инвесторов, построю 250 объектов дорожного сервиса, построю этноцентр Атайсал в Уфе, расширю дорогу в обход Стерель-Тамака до 4 полос». Кстати, недавно совсем только пообещал это сделать, в 1926 году. «Во всех маршрутках будут работающие терминалы. Общественный транспорт будет ходить до всех населенных пунктов населением более 100 человек. Разметка будет на всех дорогах». Ну, это даже не смешно, хотя так написано в его указе. «Построю грузовой речной порт Агидель и железнодорожную ветку Агидель-Нефтекамск». Ну, и так далее, и так далее, и так далее. На всех 16 страницах можете поискать, этот документ доступен в интернете. Примечательно, что контроль за исполнением своих собственных обязательств Хабиров в этом указе возложил, знаете, на кого? На самого Хабирова. Ну, сам себя и контролировал. Ну, вы, конечно, скажете, что с 2019 года много воды утекло и много чего случилось, там, ковид, СВО и прочие-прочие всякие разные санкции. Дескать, как же ему было это все исполнять? Согласен, Хабирова ввезло на обстоятельства непреодолимой силы, за которыми очень легко и красиво, непринужденно можно скрывать собственную некомпетентность и неэффективность. Но, если внезапно кончились деньги по какой-то объективной причине, ковид, СВО, еще что-то, и не хватает их на оздоровительные центры для детей или дорожное строительство в должном объеме, Ну, как же тогда этих денег хватает на всякие дворцы борьбы с нелепыми скульптурами за сотни миллионов рублей? Почему хватает на концерты за 148 миллионов рублей, которые буквально 31 августа у нас случится здесь в Башкирии, и на банкеты во время этих концертов за 8 миллионов рублей? На все это хватает денег. Денег, поверьте, вот этих вот деталек, да, здесь 100 миллионов, там 8 миллионов, за эти 5 лет было тысячи. Всякие перелеты на дорогостоящих джетах, там, значит, непонятно, как оплаченные поездки за границу и так далее, и так далее. Все это было. Почему Элвин Грей получает в подарок Майбах, а в сельском клубе последнюю гармошку несут в ломбард? Вот вопрос к Радио Фаритовичу. Нет, дело, конечно, не в дефиците бюджета, дело в приоритетах. Когда к середине своего срока Хабиров наконец осознал, что у него реально ничего не получается, он твердо решил не быть, а казаться. И вот с этого момента, как говорится, понеслась душа в рай. И нам в следующие выходные и далее 3 дня, 6, 7, 8, когда будут выборы, и нам будет предложено поучаствовать вот в этом фарсе под рабочим названием «Мы все так довольны, дорогим Радио Фаритовичем, что прибежали за него голосовать», так вот в эти дни нам нужно подумать, а стоит ли вообще ходить на эти выборы. Лично я на эти выборы не пойду точно, потому что не хочу ни пачкаться, ни позориться. Не забывайте, пожалуйста, материально поддерживать наш канал. Помните, что еще Остап Бендер говорил о том, что бесплатно только кошки родятся. И уж тем более не родится достоверный, качественный, интересный видеоконтент бесплатно. Помогайте нашему каналу. Помогать можно единственным доступным способом. Там перед вами номер карты Сбербанка, через которого вы можете перевести любую посильную для вас сумму. Заранее спасибо. Помните, как было в той бессмертной комедии? А что там у нас народ? А народ государь, как обычно, ликует. Как бы не скрипели зубами всякие Шамиль Валиевы, утверждая, что опросы в телеграм-каналах это не репрезентативно, недостоверно и так далее. Но наш мега-опрос в телеграм-группе «Открытая политика» перешагнул отметку в 5000 опрошенных. И это реально очень много для опросов. Большего количества голосовавших в опросах на тему выборов в республике я, честно говоря, в сети не встречал. Итоги на данный момент такие. 25% опрошенных проголосуют за Хабирова, 37% готовы голосовать за кого угодно, но только не за Хабирова и готовы пойти зачем-то на выборы. 10% намерены пойти на выборы и испортить бюллетень. И 28% опрошенных не намерены посещать выборы ни при каких обстоятельствах. Таким образом, если эти результаты брать как модель поведения среднего избирателя Республики Башкортостан, мы имеем примерно явку 72%, это примерно 2 миллиона 100 человек, и голоса за Хабирова примерно 25%, то есть 550 тысяч человек готовы отдать голос за ради Хабирова. Посмотрим, насколько сбудется наш прогноз хотя бы по явке, и полюбуемся, как Хабировский ЦИК натянет 25% сову на 75% глобус. Ну, я в принципе на выборы не пойду, поэтому буду наблюдать за этим со стороны, чего и вам желаю, кстати говоря. Чтобы в наши непростые времена не утратить возможность хотя бы иногда получать достоверную интересную информацию, подпишитесь на все наши каналы, потому что что-то когда-то где-то может закрыться, внезапно, без объявления. Подпишитесь, не поленитесь на открытую политику в Яндекс.Дзене, ВКонтакте, в Телеграм, и будет вам счастье. Вы не пропустите наших выпусков, вы будете всегда в курсе. Обязательно лайкайте все наши выпуски, это помогает нам продвигаться внутри сети интернет. При необходимости комментируйте, подпишитесь знакомых, подпишите родственников, жучку, собачку, дочку и внучку. Так что помогайте каналу и воздастся вам. В преддверии выборов и неизбежной необходимости объяснять жителям республики, почему и зачем ради Хабиров остается на второй срок, а не уезжают далеко в багажнике или хотя бы в последней электричке, естественно обостряется необходимость чем-то хвастаться, и вот тут появляется, как обычно, лютый хабировский пиар. Как правило, этот пиар заканчивается фиаско или позором. Вот, например, в минувший понедельник на оперативном совещании Хабиров яростно размахивал вишневым дипломом за достижения в сфере благоустройства малых городов и исторических поселений, которые ему якобы выписали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства России. Но уже на следующий день в сети обнаружилась информация о том, что награду и финансирование на 2025 год в этой сфере отдали не Башкирии, а Ивановской области. Ну, надо же, как нехорошо получилось. А вот, например, на той же самой оперативке министр образования рапортует о стопроцентной готовности 100% школы Республики Башкортостан к новому учебному году. И тут же со всех сторон летят фото и видео того, в каком ужасающем состоянии пребывают школы Республики в реальности. Ну, в частности, например, в Бирской школе там чего-то прорвало, затопило, оказывается, не было отмостки, и теперь, значит, она будет тонуть всю осень и никуда не денется. И это не единственный пример того, насколько соврамше был министр образования Республики. Ну и вишенка на торте. Издание МЭШ, между прочим, очень-очень прокремлевское. На минувшей неделе публикуют фото и видео того, что пресловутый дворец борьбы Хабирова – это в прямом смысле пустышка. Это пустышка за 11 миллиардов рублей. Внутри – голые стены, а снаружи – помпезные колонны в греческом стиле и скульптура Салавата Щербакова «Голенькие мужчины» за 300 миллионов рублей. Особенно забавным на фоне вот этого разоблачения от МЭШ выглядит оправдание хабировского любимчика, министра спорта Хабибова. Хабибов рассказал, что, дескать, вот эти голые стены и отсутствие отделки внутри дворца борьбы – это, оказывается, специально так сделано, чтобы было удобно вешать баннеры на какие-нибудь разные там спортивные форумы. Ну да, так себе отмазочка, прямо скажем, Руслан Хабибович, давайте придумайте что-нибудь поубедительнее. И еще одна предвыборная нехорошая история, на этот раз от ЮТВ. Один наивный уфимец поверил в сказки Хабирова, выкупил руину на улице Октябрьской революции и за собственный счет отреставрировал старинный дом до состояния конфетки. Теперь власти, сами, на самом деле, не сумевшие восстановить ни одного здания на так называемом уфимском Арбате, наезжают на этого энтузиаста, утверждая, что, дескать, все он сделал неправильно, ни по ГОСТу, ни по правилам и так далее, и так далее. Ну то есть, на самом деле, скорее всего, конечно, им стремно видеть, что кто-то взял и за свои деньги сам, в общем-то, ну, силами одного человека сделал то, что не смогли сделать целые власти республики. То, о чем они обещали и на что они высосали миллиарды бюджетных денег, и в результате, ну, так у них вот картинка не очень, а у мужика вот дом как конфетка стоит. Теперь они на него наезжают. Ну, согласитесь, это уже совсем стыдная история. На фоне истерии, случившейся из-за провала подготовки к юбилею города Уфы, из тумана неопределенности вдруг выплыл призрак Ирика Елалова. Бывший градоначальник, бывший сенатор от Башкортостана был замечен за разговорами с нынешним мэром Уфы Мавлиевым, а также Ирик Елалов открыто, я бы сказал, цинично осматривал новообретенные достопримечательности столицы республики Башкортостан. Особенно нетерпеливые тут же заголосили о том, что Ирика Шмухаметович воспрял из небытия в образе спасителя республики от Хабирова, но я бы не стал так торопиться с выводами и раньше времени не стал бы терзать боям. Я неплохо отношусь к Ирику Елалову и особенно ценю в нем осторожность и способность обращаться к специалистам тогда, когда собственных компетенций в области узких знаний недостаточно, однако, как говорится, поживем-увидим, возможно, явление Елалова – это всего лишь простое проявление ностальгии по временам его градоначальничества. Субтитры создавал DimaTorzok